Большое спасибо за приглашение для участия в этой конференции. Позвольте вам представить наш опыт в программе расширенного доступа к ИПЛИМУМАБУ. Я позволю себе пропустить несколько слайдов, поскольку Игорь Вячеславович уже очень много внимания уделил как механизму действия, так и критериям включения в программу. Еще раз посмотрим на ту картинку, благодаря которой у нас эта программа появилась все-таки. И в принципе все критерии включения соответствовали регистрационному исследованию. У нас в программе получалось лечение на сегодняшний день оценено 71 больной. И как вы видите, большинство пациентов получали 4 цикла терапии, но есть примерно такая же пропорция, как и в Москве. Те пациенты, которые не дошли до 4 цикла по разным причинам. Кто-то из-за достаточно бурного прогрессирования заболевания, кто-то из-за нежелательных явлений. В принципе, это были стандартные пациенты, которые получали преимущественно эпилеумаб во второй линии терапии. Однако у нас были люди, кто получали в первые. Это те пациенты, которым химиотерапия проводилась в других учреждениях в адювантном режиме. И те пациенты, которые получили до 6 линий терапии перед эпилеумабом. Что касается распределения пациентов в зависимости от распространенности процесса, то в нашей группе пациентов было достаточно много пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Это преимущество были пациенты после стереотоксической лучевой терапии. И достаточно много было пациентов с метастатическим поражением печени и кости, что относится к достаточно трудным для иммунотерапии локализациям метастатического процесса. Следующий слайд переключите, пожалуйста. Если говорить по стадиям, то 70% пациентов имели стадию М1С, то есть наиболее неблагоприятную из имеющихся. И еще раз напомню, 71 пациент получил 229 циклов терапии. И у четырех пациентов мы смогли провести реиндукцию после достижения сначала эффекта на фоне терапии пилиумабом, затем прогрессирования повторного процесса. Если говорить о нежелательных явлениях, то у нас во время лечения трое пациентов погибли, к сожалению. И те нежелательные явления, которые у них развились, а это была тромбоэмболия легочной артерии, почечная недостаточность, отек головного мозга, они до какой-то степени, мы не можем полностью исключить роль проведенного лечения в развитии этих нежелательных явлений, хотя существуют, безусловно, и другие факторы, которые могли на это повлиять. Если говорить о нежелательных явлениях третьей-четвертой степени, то у одной пациентки у нас было достаточно выраженное повышение трансаминаз до 1500-1800, но при этом на самочувствие это никак не отражалось. Были слабости, сыпи, одышка и диарея у небольшого количества пациентов. Все эти нежелательные явления были контролируемы. Только из-за повышения трансаминаза четвертой степени и из-за аллергической реакции, о которой я покажу немножко позже, мы вынуждены были отменять лечение препаратами. Вот примеры сыпи, которые развивались у наших пациентов. Кстати говоря, у всех этих пациентов был какой-либо клинический эффект терапии, у одного из них частично регресса, у другого стабилизация процесса. Если говорить о осложнениях первой и второй степени, то в первую очередь обращают на себя внимание кожные реакции, общие симптомы, развитие диареи, которыми представлены были в основном желудочно-кишечные осложнения, и аллергические реакции, о которых я говорил. Обе эти аллергические реакции случились у одной пациентки, и из-за этого, после второго введения, мы прекратили у нее введение препарата. И надо сказать, что, несмотря на это, в течение шести месяцев держался ответ на лечение. Если же сравнивать результаты переносимости у наших пациентов и пациентов в регистрационном исследовании, то, в принципе, результаты очень схожи. Единственная разница, которая здесь заметна, это по частоте колитов, в которой, собственно, колитов в нашей когорте не было, по частоте СИП, которая у нас была практически в два раза чаще, и мы, наше счастье, видели только пока одно эндокринное нарушение, которое было первой степени и, в общем, не требовало пока никаких воздействий. Если говорить про эффект, мы постарались оценить по разным системам, по системе РЕЦИСТ и по системе ИРРС, которая была разработана специально для терапии пилимомабом. И, если говорить по системе РЕЦИСТ, то объективный ответ у нас наблюдался в 17% случаев, еще у 11% была стабилизация процесса. Если же переоценивать по системе ИРРС, которая не учитывает появление новых очагов как обязательный признак прогрессирования процесса, то общая эффективность несколько растет. Вот пример клинического случая полного регресса у нашей пациентки. Внутрикожные очаги – это все метастазы меланомы в коже молочной железы до и после, соответственно, лечения. И в коже правой верхней конечности до и после лечения. Длительность эффекта у пациентки составила 8 месяцев, потом развилось прогрессирование заболеваний, появились несколько новых очагов, и сейчас пациентка проходит реиндукцию. По эффективности наши результаты тоже полностью повторяют результаты регистрационного исследования. И вот то большое количество достаточно неблагоприятных прогностических пациентов никак не повлияли на эффективность терапии. Точно так же сопоставимы цифры полных регрессов, частичных регрессов, прогрессирования. Если говорить по выживаемости, мы тоже получили те же самые результаты. Время до прогрессирования по системе РЕЦИСТ – 2,9 месяцев, общая выживаемость примерно 13,5 месяцев. И мы попытались сравнить, насколько имеет значение оценка эффекта по разным системам. У нас разницы никакой не получилось, как вы видите на данном рисунке. И по системе РЕЦИСТ, и по системе РЕЦИСТ результаты сопоставимы и статистически незначимы. Почему мы вообще говорили про РЕЦИСТ? Потому что в отличие от химиотерапии, для которой такая ситуация – нормальное развитие эффекта, при иммунотерапии, может быть, запоздалое развитие эффекта после прогрессирования заболеваний, как мы видим вот здесь, или после появления новых очагов. Вот это пример пациентки, которая получала лечение в Венском медицинском университете, у которой сначала развилось достаточно бурное прогрессирование заболевания, потом полный регресс, который длился 3 года, правда, потом всё равно возникло прогрессирование у неё. По нашим результатам, этот результат очень похож на то, что показывал Игорь Вячеславович. Точно так же общая выживаемость у пациентов, у которых достигнут объективный ответ, была высокая. Все пациенты живы, у которых был достигнут этот ответ. При стабилизации результаты несколько хуже, при прогрессировании, естественно, результаты самые плохие. Ну и по общей выживаемости тоже сравнение результатов, в общем, абсолютно одинаковое. Таким образом, подводя итог нашему опыту, да, действительно, эффективность терапии соответствует таковой регистрационным исследованием, даже в программе расширенного доступа, где критерии всё-таки более мягкие, мы меньше отбираем больных, чем это было в регистрационном исследовании. Никак не влияет, в нашем случае никак не влияло включение больных с метастазами в головном мозге, которые были стабильны, и которым проводилась тереотоксическая лучевая терапия, которая становится на сегодняшний день всё более и более доступной. И у нас в исследовании оказалась несколько большая частота кожной токсичности. Мы не встречали пока эндокринных нарушений. Сложно сказать ещё, это особенности наших пациентов, или это просто так получилось, но мы имеем то, что имеем. Поэтому, собственно, опыт говорит о том, что это достаточно хороший препарат, удобный в применении, который может быть достаточно просто использован в клинической практике, и самое главное, который приводит действительно к тем результатам, о которых пишут, то есть выраженным и длительным эффектам. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.